Всем привет! В этом видео будет небольшой обзор трех игр от фирмы Бандибон, которые развивают пространственное мышление у ребенка. Это времена года, пометка 3+, смарт-тачка мини-формат, пометка от 6 лет, но в 3 года эта игра тоже подходит, и цветовой код, она заявлена от 5 лет, но также в 3 годика отлично подходит. А вот эта игра, заявленная на 3 года, как раз ее можно начинать в 2 с небольшим. Данная игра, цветовой код, она считается базовой, основной и главной, то есть она прослужит долго. Я ее предложила в 3 года, и первые 10 заданий ребенок сделала в первые же дни, то есть как только она увидела эту игру. Вообще, данная игра рекомендуется Валентиной Польевской как базовая, и она как раз говорит, что в 4 года нужно делать первые 10 заданий. Так вот, что у нас тут с заданиями? Есть такая подставка, есть такие вот пластинки односторонние, и нужно их по-разному сочетать. Пластинок у нас много. В общем, они все очень качественные, прочные. Это как раз то, почему я купила оригинал, а не аналог, потому что у аналога пластинки такие тонкие. Вот здесь у нас они очень прочные, и эта игра прослужит долго. Так вот, давайте посмотрим задание. И я заодно поясню, почему же я купила времена года. Тем более, что эта книга, ой, книга, эта игра у нас появилась раньше, чем времена года. В общем, первые задания, они действительно легкие. То есть ребенок в 3 года, ровно в 3 года, легко их сделала. Крутила и вертела, но достаточно быстро, меньше 1 минуты на каждое она все это сделала. Первый же день, когда я только купила эту игру, мы сделали где-то первые 7 заданий. На следующий день мы уже сделали подряд первые 10 заданий. То есть эта игра ее все-таки утомляла. То есть если мы, вот времена года с животными, значит, игрушка, она ей прямо интересна. Вот ей нравится с этими животными играть, а не меньше ее утомляет. То здесь, конечно, она утомляется. И еще эта игра, ну вот где-то есть у нее порог. То есть в 3 года, например, я не могу ей дать вот такие вот сложные, где много фигур. Крайней мере, я ей пока не давала. Я не знаю, что будет в 4, но перенапрягать ребенка тоже ни к чему. То есть если Валентина Паевская говорила, что в 4 года первые 10 заданий, то зачем мне ей давать там 100 заданий в 4 года? Нет, не зачем. Поэтому у нас эта игра идет как, ну, базовая. То есть она будет нам служить еще много лет. То есть пометка тут 5+. То есть она нам прослужит еще, я даже не знаю сколько, но долго. Не меньше 3 лет точно. И, в общем, почему я купила времена года? Потому что, как я уже сказала, здесь интересные животные. Пометка 3+, то есть больше подходит возрасту моего ребенка. Хотя, как я уже сказала, лучше бы я купила ее в 2 годика. Просто я тогда не знала. Почему в 2 годика? Потому что задания вот такие вначале совсем простые. Мы их просто даже пропустили, когда я предложила ребенку в первый раз. То есть, ну, просто вот карточка весны, один пенек поставить. Или одно дерево. Там одно животное. Ну, конечно, животное можно повернуть влево или вправо, да. Мы с ребенком это проговариваем. Ну, вот где-то вот уже здесь мы вот и начали. Вот вразит, мы начали юниор. Вот отсюда мы начали. Новичок, юниор, эксперт и мастер. Как всегда, у Бонди Бон 4 обычно 4 уровня сложности. Значит, здесь у нас уже мы отрабатываем предлоги. Лисичка сидит на пеньке. Кротик выглядывает из норы. И так далее. Можно тут обсуждать, что происходит. Ну, то, что делать. Например, зайчик тут прячется. Сзади стоит. В общем-то, малышке понравилось. А, кстати, я покажу самое сложное задание. Чтобы вы поняли, что это игра совсем простая. Вот, самое последнее задание уровня мастер. То есть, ничего сложного нету абсолютно. Эта игра нам прослушать недолго. Вот, значит, такие вот картонные карточки с временами года. Мы их сюда кладем. И такие вот прочные пластиковые карточки с животными и различными кустами. Вот, например, карточки двухсторонние уже в данной игре. То есть, осенний куст и летний. Лисичка у нас, например, может быть с этой стороны, а может быть с этой. То есть, как раз-таки это добавляет сложности. Мы тут уже учим лево-право и предлоги. То есть, это то, чем мы сейчас активно занимаемся. А цветовой код мы тоже каждый день делаем. То есть, они у нас идут одновременно. Эти две игры. Ну, и теперь смарт-тачка. Вот это вообще супер игрушка. Такая вот она небольшая. И удобная. Удобно взять с собой в дорогу. Она заявлена от шести лет. Но можно предлагать раньше. И у меня малышка, я полюбила с первого взгляда. То есть, ей вообще можно играть даже просто как обычной машинкой. Не обязательно даже по правилам. Хотя первое задание легкие. Тут у нас смысл в том, что нужно укладывать этот груз, скажем так, различными способами. Чтобы в итоге у нас получилось то, что на картинке. Например, вот так. То есть, для как раз пространственного мышления это замечательная игра. Потому что, если честно, задания такие, ну, прям даже в самом начале, мне кажутся достаточно тяжелыми. Потому что мне самой придется подумать, повертеть эту машинку, чтобы что-то сделать. То есть, нелегко абсолютно. 6 плюс пометка. Ну, может быть, не совсем адекватно. Можно, как я сказала, раньше давать. Вот. Такой, например, ребенок у меня сейчас уже делала. Но с моей помощью. Поэтому мы пока этой игрушкой просто в основном сейчас играем. То есть, три годика. Вообще сложно делать именно по этой книжечке. И она ждет своего часа. Но зато ребенку нравится укладывать их на свой вкус. Что тоже очень полезно. То есть, размещать их так, чтобы они все поместились в этой машинке. Эти все детали. Очень классно она сделана. Стоила она недорого, рублей 700 где-то. И такое все очень качественное. Хороший пластик. И мало места занимает. Эти игры мне стоили тоже недорого. Это стоило 1000 рублей. А цветовой код, это вообще интересно, конечно. Данная игра стоит везде 2-3 тысячи. А аналог с тонкими карточками, китайские, насколько я помню, стоит около 1000 рублей. Но я словила 1000 с небольшим, 1400, там бонус списала. Короче, у меня вышло 1000 рублей. Эта игра. Просто я ее положила в отложенные и ждала. И, в общем, так тоже бывает, что аналог, оригинал стоит как аналог. По факту, но это точно оригинал.